Добрый вечер! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Итоги этого дня вместе с вами подведу я, Антон Скаль, под главные темы этого выпуска. Консолидированный бюджет региона достигнет рекордной отметки. С просьбой поддержать данный проект бюджета губернатор обратился к депутатам Госдумы во время совещания в Москве. Лекарственные растения для традиционной китайской медицины планируется выращивать на Алтае. Прижились ли ростки пилотного эксперимента? Мы уже отчаялись ждать, но тем не менее, потом, когда они взошли, они наверстали. Упущено. Атаман Ермак, князь сибирский. Он строился без чертежей и планов и сегодня отправился в свое крайнее путешествие. Правда, лишь в этом году. Прошли по РТШ, по местам сражений нашего дедушки, атамана Ермака. Впервые за всю историю нашего региона консолидированный бюджет Алтайского края превысит 100 миллиардов рублей. Из них 27 миллиардов дотаций из федерального бюджета. О такой поддержке со стороны правительства страны удалось договориться губернатору Александру Карлину с президентом России Владимиром Путиным. А сегодня на встрече с депутатами Государственной Думы глава региона обратился к ним с просьбой поддержать прохождение проекта данного бюджета на федеральном уровне. В проекте больше не потому, что мы хуже работаем или мы беднее, а потому, что мы работаем честнее и ответственнее. Мы имеем все основания надеяться, что эта цифра останется в окончательной версии бюджета. Она будет сохранена через все чтения и таким образом мы сможем направить дополнительные ресурсы и на поддержку экономики региона в следующем бюджетном периоде, на решение социальных вопросов. В совещании приняли участие члены Совета Федерации Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты Госдумы от Алтайского края Николай Герсеменко, Иван Лорд, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова. Отметим, темп прироста дотации нашему региону составит 20%. Это на 4,5 миллиарда рублей больше, чем раньше. В целом, по словам губернатора Александра Карлина, регион рассчитывает на получение в следующем году 27 миллиардов рублей дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности. Уже через два часа в Москве состоится презентация краевых журналов «Культура Алтайского края» и «Алтай», а также специального выпуска журнала «Роман-газета», посвященного 80-летию нашего региона. Это будет первое мероприятие в рамках Дней культуры Алтайского края в Москве. Презентация пройдет на одной из престижнейших литературных площадок страны в Центральном Доме литераторов. В мероприятии примет участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, а также известные российские писатели, ректор Литинститута Прозаик Алексей Варламов, главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов, поэт и первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов и многие другие. От алтайской делегации на презентации выступят главный редактор Лариса Вигант, секретарь писательской организации Алтайского края Анатолий Кирилин. Своё поэтическое творчество гостям представят Валерий Кателенец, Дмитрий Мухачёв. Участников и гостей презентации ждёт музыкальный подарок от лауреата международных и всероссийских конкурсов, артиста МОЗ-концерта и нашего земляка Александра Гладкова. Лекарственные растения для традиционной китайской медицины планируется выращивать в Алтайском крае. Весной в регионе побывала делегация из Китая сразу в нескольких районах края. Они высадили 16 видов растений. Сегодня учёные кафедры фармацевтическая ботаника Чанчуньского университета приехали, чтобы увидеть результаты эксперимента. Продолжит Елена Заздравных. Шлемник байкальский вырос в Алтайском крае. Его вес 20 граммов. Обычно таким он вырастает за два года, а этот посадили весной. Климат в нашем регионе благоприятный для шлемника. И не только для этого лекарственного растения, уверяют учёные Чанчуньского университета традиционной китайской медицины. В этом году в Алтайском крае они высадили 16 видов растений. Среди них одуванчик, лопух, острогал. А сейчас пожинают плоды. Мы получили очень хороший результат. По некоторым видам растений даже лучше, чем ожидали. Они марена растения, беломканда, вот с такими экзотическими названиями. Они достаточно сложно всходили. То есть схожесть там от момента посева до появления первых проросков. Иногда проходило 50-55 дней. То есть мы уже отчаялись ждать. Но тем не менее, потом, когда они взошли, они наверстали упущено. И в конце осени уже там по 20-30 сантиметров некоторые даже там набрали. Этот год экспериментальный. В Алтайском, Советском, Павловском районах, в Ботаническом саду классического вуза растениями засеяли 6 гектаров. В ближайшие годы площадь планируется расширить не меньше, чем в 10 раз. Лекарственные растения, выращенные в регионе, будут применять в традиционной китайской медицине. Лекарственное сырье очень востребовано. Потребности, они удваиваются каждые 5-6 лет. На сегодняшний день этот рынок уже более 100 миллиардов долларов. То есть это серьезный, так сказать, рынок. И он уже готов к потреблению нашей продукции. Если поставлять лекарственное сырье при тех ценах, которые там существуют, рентабельность очень низкая. Поэтому следующий шаг – это, естественно, вторичная переработка. То есть это производство уже концентрированных гранулированных экстрактов. Лекарственные растения планируется выращивать в Крыму, Приморском, Ставропольском, Краснодарском краях. В ближайшее время в России будут производить первичную переработку. Затем процессы изготовления препаратов продолжатся на предприятиях Китая. Однако, как уверяют специалисты, через несколько лет восточную медицину мы сможем освоить от и до. Елена Создравных, Роман Хайрулин. Новости. Мусора нет. Призывает компания «Российские железные дороги». Ее сотрудники вместе со студентами-волонтерами поучаствовали в уже традиционной акции по ликвидации несанкционированной свалки. В качестве объекта выбрали стратегическую станцию «Алтайская» в Первомайском районе. Вместе с РЖД убирали мусор и наши корреспонденты. Сделать Алтайский край чище и привлекательнее – одна из приоритетных задач компании РЖД. Пример – акция «Мусора нет». В этот раз местом уборки выбрали станцию «Алтайская». Это важный железнодорожный пункт региона, через который проходит множество пригородных и пассажирских поездов, а также ведется работа по сортировке грузов. Акция, которая сегодня проводится на территории станции «Алтайская», она неспростая. Мы сегодня столкнулись с такой вот общественной проблемой. Я считаю, что она общественная, не только железнодорожников. Это наличие, огромное количество мусора на прилегающих территориях станции «Алтайская». Очищали «Алтайскую» от мусора около 50 сотрудников РЖД и студентов-волонтеров, будущих железнодорожных работников. Важно, во время уборок они не ограничиваются полосами отвода, но и выходят за их пределы. А причина проста. Некоторые местные жители оставляют за собой слишком много мусора. «Сколько вот сам насобирал уже и чего?» «Мешка четыре, наверное. Жестяные банки, стекло, тряпки разные. Много мусора». Простыми тряпками дело не ограничивается. Участники акции утилизировали ртутные лампы – отходы первого класса опасности. Они наносят необратимый вред экологии региона и крайне негативно воздействуют на нервную систему человека. Но даже такие неприятные открытия не мешали общему ходу работы. Помогала и наша съемочная группа. «Один из пассажиров поезда, вероятно, взял и выкнул свой чемодан вот сюда, за станцию. А теперь мы вот должны как-то убрать. Ребят, давайте, помогайте». Со свалкой справились в считанные часы. В итоге сотрудники РЖД за день вынесли полторы тонны мусора. Чем не успех акции компании, которая заботится о том, чтобы их клиенты наслаждались не только качественным сервисом, но и приятным видом из окна. «Вот так вот и работаем». Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Новости. И к другим темам. 50 рейсов в сутки, экономия для поставщика за счет склада и экономия на логистике. Такие преимущества дает новый распределительный центр, который открыли в Новосибирской области. С ним уже сотрудничают 23 алтайских предприятия. О том, как работает самый крупный логистический комплекс Сибири, расскажем в следующем сюжете. 17 тысяч квадратных метров. Это примерно три футбольных поля. Такую площадь занимает крупнейший в Сибири распределительный центр. Его открыли в Новосибирской области. Логистический комплекс принадлежит торговой компании «Пятерочка» и обеспечивает поставки товаров в магазины Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Как отмечают местные власти, центр не случайно находится в столице Сибири. Территориальное географическое положение Новосибирска в центре Западной Сибири дает преимущество. Отсюда и развитие оптовых структур, логистических структур, финансовых структур. Распределительный центр мультитемпературный. Это означает, что он разделен на четыре зоны. В каждой с помощью холодильного оборудования создается оптимальная температура для товара. Чтобы поддерживать комфортный микроклимат, в отделении для хранения овощей и фруктов каждые 15 секунд распыляется вода. Максимальный срок хранения продуктов – полтора дня. Это позволяет доставлять в города Сибири самые свежие товары. Чтобы все эти магазины каждый день в течение всей своей работы были обеспечены товаром, конечно, нужны такие распредцентры. И обеспечить локальным ассортиментом, не общефедеральным, а именно локальным ассортиментом, прежде всего, именно свежих категорий, коротких сроков годности, мы можем только через такого рода распределительный центр. Сейчас логистический комплекс «Новосибирск» обеспечивает поставкой товаров более 180 магазинов. Торговая сеть «Пятерочка» планирует расширяться в Сибири. Для этого ей понадобятся новые площади. У компании-владельца в планах строительство нового, более крупного логистического комплекса. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. Делегация Алтайского края сейчас находится на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Это фон проходит в городе Сочи. Накануне в Ледовом дворце Большой прошла торжественная церемония открытия фестиваля. Участники говорят, эмоции от шоу непередаваемые. Это самое красивое, что мы видели в жизни. Церемонию открытия посвятили ключевым проблемам современного мира. Экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке. На фестиваль приехала молодежь из 150 стран мира. В составе алтайской делегации 20 участников и 25 волонтеров. Это студенты всех вузов Барнаула, прошедшие конкурсный отбор. Участники презентовали перспективные молодежные проекты от спорта до политики и познакомились с национальными особенностями зарубежных стран. И алтай ставил неизгладимые впечатления по теплоте встречи, по качеству организации и у вас прекрасные люди. Казачий струг, катаман, ермак, князь сибирский сегодня отправился в свое последнее плавание в этом году. Следующее будет только весной. На уникальном корабле прокатилась моя коллега Анжелика Келлер. Судно построено без чертежей и планов, по подобию тех стругов, на которых ермак завоевывал Сибирь. Собственно, одну из задач водных путешествий Сергей Рождественский, капитан судна, и видит в том, чтобы найти потомков ермака Тимофеевича. В этом году маршрут плавания был расширен. От Омска вышли 6 августа, прошли по Иртышу, по местам сражений нашего дедушки, атамана Ермака. Побывали в Тобольске, на Вагае, в Абалаке, везде по Иртышу, где был ермак. Атаман Ермак, князь сибирский, оборудован двумя моторами. На палубе стоят две пушки, они заряжены порохом. А на корме золотится крест и бюст атамана. Строили корабль почти 7 лет, помогали друзья. Струк поднял алый парус в 2013 году. На нем лик Христа Спасителя. Внутри судна – кубрик, это жилое помещение. Кухня с электроплитой и небольшой печкой, капитанская рубка и техническое помещение. За три сезона этот струк прошел 15 тысяч километров. А за время сибирской арктической экспедиции это судно посетило 70 тысяч человек. Вес 15 тонн, длина 19 метров. Ширина 5. Два дизельных мотора позволяют плыть со скоростью в 18 километров в час. В темноте корабль светится. А днем из динамиков льется музыка, казачьи и народные песни. Прокатиться на нем можно бесплатно. Атаман принимает лишь добровольные пожертвования. Сейчас струк отправляется на зимовку на Телецкое озеро. Кстати, там Сергей Рождественский планирует построить острог, воспитывать молодых казаков и, возможно, использовать как место для реабилитации. Анжелика Келлер, Антон Червяков. Новости. Одни из самых добрых в мире млекопитающих приехали с гастролями в Барнаул. В нашем городе работает передвижной дельфинарий. На уникальном шоу «Тайны семи морей» побывала Анастасия Борисова. Одни из самых умных животных на всей планете соревнуются с пиратом в ловкости и меткости. По сценарию им нужно найти сундук с сокровищами. Между делом они рисуют на мольберте, прыгают через препятствия, занимаются серфингом и даже играют в баскетбол. Приятные эмоции очень, такие значительные. Как психолог могу сказать, что просто почаще видеть. Если бы возможность в Барнауле была дельфинария, постоянного, мы бы с удовольствием ходили. Я на таком не был ни разу. Конечно, нравится. Привел детей посмотреть сам. Они такие жизнелюбимые, наши дельфины. И они дарят добро. Это как детей наших. Вы посмотрите, как дети радуются. Это очень замечательно, очень замечательно. В программе участвуют морские котики Джек и Сеня, черноморский дельфин Адель, северные полярные дельфины Кася и Лера. Эти имена сценические. Свои, настоящие им присвоили родители при рождении. Их они распознают в общении между собой при помощи свиста. А вот команды тренера они понимают благодаря специальному ультразвуковому свисту. Я не могу сказать, что мы мама и папа. Мы, скорее всего, для них лучшие друзья. Коты, да, они чувствуют по голосу, по запаху. Запах, они слышат уже. Как я только захожу в дельфинарии, уже начинаются крики. Вау! Пришел папа или брат. Я не знаю, как именно к нам они относятся. Но я их очень сильно обожаю. Шоу длится 50 минут. Успеют ли за это время звезды дельфинария найти сундук с сокровищами и переплюнуть пиратов ловкости и меткости, зрители могут узнать на площадке рядом с ТРЦ-арена. На протяжении двух месяцев одни из самых добрых в мире млекопитающих раскроют для барнаульцев тайну семи морей. Анастасия Борисова, Антон Чувяков. Новости. И к новостям спорта. Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Валерия Беспалова завершился в Краевой столице. Дмитрий Гладких знает подробности. Турнир проходил в Краевой столице во второй раз. В этом году в нем соревновались спортсмены младшей возрастной группы и от 17 лет и старше. Всего в стартах приняли участие 136 боксеров. Состязались не только юноши, но и девушки. В рамках турнира прошло первенство Барнаула среди юношей 12 и 13 лет. Основные цели задачи – это память о легендарном человеке, который очень большой вклад внес в развитие бокса в Алтайском крае. Ну и подготовка боксеров для дальнейших соревнований, для более высокого уровня. В течение нескольких дней опытные начинающие боксеры, для которых этот турнир стал первым на пути к медалям, старались удивить зрителей своим упорством, навыками, полученными в ходе тренировок. У младших юношей главным для достижения цели выхода в следующий круг соревнований на первом плане было четкое выполнение всех тренерских установок. И, конечно же, везение. Каждый из боксеров ставил для себя определенные задачи. Работал чисто на скорость, на движение, на технику. Сильных ударов не было, поэтому нокдаунов не было. После этого турнира у меня следующие соревнования краевые. И этот турнир важен тем, что много клубов принимают участие. По итогам соревнований большинство призовых мест завоевали спортсмены с дюшер номер три. Традиционно победители и призеры были отмечены медалями и грамотами. Кроме того, боксеры получили ценные призы от организаторов турнира. Дмитрий Гладких, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня все. Хорошего вам вечера. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!